На рубеже 60-х и 70-х годов на мировом рынке произошел бум продаж внедорожников. Land Rover, Land Cruiser, Ford Bronco, все эти модели были очень популярны. Конечно же, немцы не могли оставить эту тенденцию без внимания и решили дать свой универсальный ответ. Создать машину двойного назначения. Вот он, автомобиль и для военных, и для настоящих пацанов. Mercedes V460 Гелендваген. Это первое поколение легендарной модели. Ее начали выпускать в 1979 году на совместном австрийско-германском предприятии. Наш экземпляр 85-го года выпуска. Это трехдверная, укороченная гражданская версия. Впрочем, армейские почти ничем не отличались. Слово Гелендваген переводится как автомобиль для бездорожья. И он полностью соответствует этому имени. Высокий, брутальный, квадратный, с плоскими крыльями и стеклами. В общем, налицо аэродинамика кирпича. Как и подобает вездеходу, у него широкие арки колес и короткие свесы. Под капотом выносливый шестицилиндровый мотор с двумя распредвалами. Рабочим объемом 2,8 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На сотни ему требуется 21 литр бензина. Но поверьте, ест он их не зря. Вот так должна выглядеть мужская машина. Квадратная пустота, жесткие пластики и ручка страха для пассажира. На центральной консоли рычаги селектора четырехступенчатого автомата. Подключение переднего моста, раздаточные коробки и блокировки дифференциалов. Полный внедорожный набор. На ходу его армейские корни чувствуются сразу. Автомобиль жесткий, тяжелый. Хорошо хоть гидроусилитель есть. Максимальная скорость 155 км в час. Полный привод можно подключить прямо на ходу. Подвеска зависимая пружинная. Первое поколение пробыло на конвейере до 1990 года. Этот гелендваген выпускали также в пятидверном варианте. В кузовах универсал, кабриолет и открытый всем ветрам армейской версии. Его отличная проходимость и большой моторесурс сделали модель одной из самых успешных в линейке Мерседеса. А в 1983 году она даже выиграла знаменитое ралли Париж-Дакар. И сегодня автомобили G-класса есть на вооружении в армии и спецслужбах более чем в 60 странах. Интересно, что современные гелендвагены внешне почти не отличаются от своего славного предка. Все-таки его яркий, харизматичный дизайн успел стать настоящей классикой. Субтитры создавал DimaTorzok